Друзья, ну что, сырники в духовке? Творог я сделала сама. Можете у меня посмотреть. Если что, я еще покажу, как я делаю творог. Добавила яйцо. Добавила немножечко растопленного сливочного масла. Абсолютно немножечко муки. Такие не совсем ровные сырники. Вот растопливаю, разогреваю духовку. Вот она уже почти разогрета. И поставлю туда. Сколько не знаю. Посмотрим. Я первый раз делаю здесь, в Америке, в этой духовке, в электрической, вот такие сырники. Все. Разогрелась. Разогрелась. И в духовку. Так, ставим время. Сколько не знаю. Примерно поставлю. Там буду смотреть. Ну, это много, конечно. Ну, я так буду поглядывать. И сегодня решила на обед. Сырники у меня готовятся в духовке. Вот, немного сметаны. Это мед в прикуску. Вот здесь у меня немножечко кофе. Я разогрею, потом добавлю молока. Вот, и сырники. Духовки у меня сейчас. Потом я все покажу. Вот. Что у меня получилось. Пока готовится все. Кофе я отправлю в микроволновку. Это все быстренько. Вот здесь я не буду вытаскивать. Сметану уже облежу, что будет. Ну, вот так. И в прикуску у меня будет мед. Ну, что, вот такой обед я себе устроила. Вот кофе немножечко, сметана, сырники в духовке и немножечко у меня будет мед. Приятного аппетита и мне и вам. Итак, для заметочки. Я буду делать картофельное пюре для вареников. Хочу просто обжарить картошечку и с перцем, с чесночком. И что нам нужно будет сделать с вами, это посмотреть, какой консистенции будет у нас картофель. Нужно ли его оставить, отмачивать от крахмала, брать большое количество крахмала или нет. Сейчас я начну чистить разные картофелины и покажу. Итак, я почистила два вида картофеля. Вот у меня на тарелочке это один картофель вот такой и второй картофель вот такого вот типа. Что мы делаем? Мы берем картошечку, я ее вот сейчас разрезала, вот я ее разрезала картошечкой. И что нужно нам сделать? Нам нужно сложить. Если прилипает, значит, много крахмала. Видите, нету. Значит, без крахмальной. Вот. Не прилипает. Значит, нет крахмала. Давайте теперь здесь попробуем. Так, да. Так, вот разрезала две половиночки. Соединяем. О, видите, держится. Значит, очень много крахмала. Две половиночки. Вот уже, потому что я уже, да, вот так. Вот, держится. Значит, здесь много крахмала. Вот в этой картофелине очень много крахмала. Что я буду делать? Я просто почищу и отправлю в воду, чтобы как можно больше крахмала ушло. И опять буду пробовать вот так. Как здесь. Столько будет, столько, чтобы ушло крахмала. Все. Такой лайфхак. Берите на заметочку. Спасибо за субтитры Алексею Добавил субтитры Алексею Добавил субтитры Алексею